Братья и сестры, Мы продолжаем нашу встречу и переходим к ответам на ваши вопросы. Пожалуйста, вы можете передавать записки с вопросами, можете задавать вопросы устно из зала. Наши студенты, наши помощники будут к вам подходить с микрофонами. Кто хочет что-то спросить? Вот у нас здесь первые вопросы появились. Отец Андрей, как вы относитесь к тому, что святитель Игнатий сравнивает христианство с заходящим солнцем? Говорит, что это уходящее явление, и нет предпосылу к улучшению такого положения дел. Спасибо. В одном из своих поучений он приводит такую поэтическую притчу или историю, когда инуку открылись три летящие над морем птицы. Одна летела очень уверенно, высоко, перелетела через бушующее море. Вторая уже по-другому. Силы были меньше, касалась воды, вновь поднималась. Но тоже долетела. А третья птица постоянно падала в воду, ее накрывала волна, она поднималась, вновь падала. Но буквально дотянула уже из последних сил и тоже спаслась. Вот когда инок обратился с молитвой о том, чтобы ему Господь открыл это видение, было сказано, что это образ жизни церкви. То есть если первые монахи и христиане уверенно уповая на Бога с молитвой, духовным деланием, шли по жизни, то вот дальше, дальше в жизни церкви наблюдалось такое духовное угасание. Духовное угасание. И уже после епископа Игнатия, его продолжатели, главным образом названные игумен Никон Воробьев и старец Воламский Иоанн Алексеев, они говорят, что нашему времени уже не даны силы. Нашему времени уже невозможно совершать никакие подвиги, не только потому, что люди стали физически слабыми, но потому, что всех пропитал дух тонкой гордыни. Поэтому нашему времени Господь оставил глубокое сердечное покаяние. В одной из бесед духовных епископ Игнатий приводит изречение одного из отца, который сохранился в древнем потеряке, это IV век. Так вот, там было сказано о том, как живут нынешние монахи, как будут жить после них и как будут жить в конце времен. И вот как раз про последние времена было сказано, что они уже не понесут тех подвигов, которые несли мы, но за те скорби, которые они испытают, и за ту малую веру, которую они сохранят, Господь их сподобит не меньше награды в Царстве Небесном, а может быть даже и больше. Поэтому это все мы видим в нашей жизни, мы видим, как в Евангелии Господь говорит, что по мере умножения беззаконий во многих охладеет любовь. Помните, как в прощальной беседе Господь говорит, что если бы Бог не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Ну, собственно говоря, завершение истории. Что это такое? Это уменьшение праведности на земле. Это сокращение вот того малого стада, да, до того минимального, что ли, остатка, когда, знаете, происходит точка невозврата. Иногда христианство сравнивают с солью. Господь сказал, да, вы соль земли. Ну, представьте, что такое соль, для чего она нужна. Соль сохраняет продукты от порчи, от гниения. И женщины, и те, кто занимаются хозяйством, скажем, кто солит рыбу, знают, что нужно такое-то количество соли, чтобы рыба была свежей, сохранилась. Если соли меньше, рыба испортится. Вот то же самое для жизни мира. Нужен тот остаток, который несут в себе благодать Божию для сохранения мира от его полного гниения и развращения. Но движение к угасанию – это неизбежность. Поэтому вот вопрос, который был задан, он совершенно очевидный. И он показывает, может быть, даже знание ваших, ваше знание того, что происходит. Поэтому наша задача – хранить свою веру. Наша задача – хранить благодать, которую мы получаем. И запомните очень простую вещь, что если Господь будет видеть, что еще не все поменялись, что те, кто хотят поменяться, им еще нужно время для этого, он это время даст обязательно. Прекратит Господь эту жизнь, этот мир, тогда, когда перестанет духовное развитие совершаться. Вот когда все уже поменяются, и уже новых не будет. Вот тогда придет уже второе пришествие Спасителя. Поэтому здесь надо все, как бы, это понимать без всякого такого внутреннего страха. А то некоторые сейчас тоже поймут, что вот уже последнее время, что уже скоро Антихрист придет. Больше думайте, говорите о Христе, а не Антихристе, о Христе. К Нему обращайтесь, с Ним сближайтесь, о Нем узнавайте, Его любите. Тогда жизнь будет проходить правильно ваша. Следующий вопрос. Спасибо за лекцию. Подскажите, как выполнять свои домашние обязанности и работу во славу Божию? Как покушать и спать во славу Божию? Спасибо, Господи. Вы знаете, очень просто. Во-первых, не переживайте, у вас все получится. Когда человек просыпается с утра, у него день, как книга, которая перед ним раскрыта. Что нужно с утра делать? С утра надо ставить себя, осенить крестным знаменем. Понятно, что нужно быстро собираться на работу, но уделяйте краткое внимание молитве, обязательно. Те из вас, кто едут на работу в общественном транспорте, пользуйтесь этими минутами, когда можно почитать Евангелие, когда можно что-то помолиться, если вы не успели это сделать дома. Мы с вами, живя в Москве, очень много времени тратим именно на дорогу, по два, по три часа. Скажем, свою машину можно превратить в настоящий полноценный лекторий. У каждого есть магнитола, флешка, диск или телефон. Закачайте, запишите в режиме онлайна, подключайте просветительские духовные каналы, записывайте лекции, беседы, проповеди и всегда будьте в этой теме духовной проповеди. Значит, что касается жизни во славу Божию. Смотрите, все, что с нами происходит в течение дня, это есть маленькие уроки, которые нам Господь преподносит. Например, вы вышли из дома и ждете автобус на остановке. Вот здесь можно для Бога сделать очень много, оказывается. То есть, когда человек испытывается терпением, и он его имеет, значит, он делает дело Божие. Господь сказал, в терпении вашем стяжите душу вашей. Стоя на остановке, можно роптать на транспорт, роптать на погоду, на все, что угодно, на правительство, на законы и так далее. Значит, один, два человека стоят на одной и той же остановке, да, один для Бога трудится, другой теряет то, что ему дает Бог, так сказать, исполнить. В автобусе набитом что можно, как можно себя для Бога вести, да, понимая, что за твои грехи тебе надо не в автобусе ездить, да, а совсем, так сказать, в другом месте находиться. А ты еще едешь на нем и пешком не идешь. Поэтому каждое движение жизни, оно можно его развернуть к Богу. Вот, пришли на работу. Ну а что такое работа? Работа – это наше послушание, которое нужно качественно, добросовестно исполнять. Поэтому мы, как православные люди, должны только в храме себя вести достойно, там, молиться Богу, в грехах исповедоваться. Мы с вами в воскресенье в храме, а всю неделю вы на работе, на работе, на учебе, в семье, с соседями, с, там сказать, с родственниками и так далее находитесь. Вот эта сфера жизни – это есть, как бы, возможность себя проявить по-христиански. И тут не надо ничего выдумывать, как вот мне во славу Божию что делать, что не делать. Каждый раз, когда вам дается возможность себя проявить, вот сделайте маленькую паузу и задайте вопрос, а что от меня хочет Христос? А как написано в Евангелии, что мне сейчас делать? А как бы Христос поступил на моем месте? Промолчал бы или ответил? Дал бы денежку или удержал бы руку от помощи? Потому что и так, и так можно поступить. Поэтому единых ответов на вопросы эти нет. Подключайте свое сердце, вспоминайте, что об этом сказано в Писании или у святых отцов, ну и свою совесть тоже слушайте. Она вам подскажет, как правильно поступить. И внутренний такой покой, который вы или потеряете, или наоборот усилите, приобретете, он будет ответом. Сделан шаг к Богу, или наоборот вы нарушили какую-то западь и от Бога отступили. Вот примерно так я посоветую поступать. Так, кто-то еще хочет устно вопрос задать, пожалуйста. Да, вот вы сейчас сказали про то, что можно думать, как бы поступил Христос. А есть ли такой совет у святителя Игнатия? Если есть, то где? У святителя Игнатия многократно говорится о том, что воля Божия раскрывается в его заповедях. Поэтому внимательно читайте Священное Писание. Думаю, не грех, если вы возьмете маркер и в своем таком миссионерском Евангелии, я его так называю, да, сделайте важные пометки, особых стихов, которые вам как-то особо понравятся. Ну, например, вот я очень люблю изречение апостола Павла, где он говорит, «В вас должны быть те же чувствования, что вы Христе Иисусе Господе нашим». Вот как это интересно, да, то есть мы должны приобрести те самые чувства, желания и мысли, которые были у Христа. Понимаете, не внешнее поведение, а внутреннее содержание нашей души. За каждое праздное слово мы ответим на суде Божьем. Кому-то это понравится заповедь. Непрестанно молитесь за все, благодарите. Духа не угошайте. Поминайте своих наставников, ну и так далее. То есть вот в этих заповедях, так сказать, заключена и раскрывается ли нас воля Божия. Ну, а если уже обращаться к епископу Игнатию, я вам об этом уже говорил, что он предлагал воспользоваться другим путем. Если само Священное Писание для многих бывает трудно понятно, и не все нам открывается в нем, да, но уж святые отцы, они Евангелие очень подробно объясняют и говорят. То есть взяли заповедь, не осуждайте. И открыли толкование, и почитали, что такое не осуждать. И посмотрели, и уже применили к себе, и попробовали. Поэтому у него, у свидетеля Игнатия, обратите внимание на статья, по-моему, в первом или втором томе находится. Она так называется про заповеди Божии. Про заповеди Божии, где как раз он укажет, укажет и расскажет, как это осуществить. Помните вопрос законника, да, Господи, что мне сделать доброго, чтобы наследовать жизнь вечную? Воля Божия на что направлена? Чтобы все люди спаслись. Что отвечает Христос? Хочешь войти в жизнь вечную? Соблюди заповеди. Поэтому изучайте заповеди Божии, и в них открывается воля Божия. Самый короткий путь. Здесь просто хочется сказать, что я не помню у свидетеля Игнатия, конечно, таких наставлений. И тем более их просто нет совсем, а совершенно точно в заповедях, что нужно воображать, как бы Христос оказался на том месте. Наоборот, против воображения очень много сказано у свидетеля и у других отцов. Вот просто советы могут быть разные. Я нисколько здесь не хочу, по крайней мере, напрямую как-то, да, так сказать, возражать. Но я согласен, что воображение здесь не применяется. Я просто говорю о том, что мы можем сравнить, мы можем вспомнить, как Христос поступал, когда он со стороны Евангелия нам показывает примеры своего поведения. Вот здесь некоторые примеры мы можем применять для себя. Например, нам Христос показывал, каким он был послушным. Мы можем здесь принять эту заповедь, можем. Когда его спрашивал Пилат, что есть истина, и он не отвечал человеку, который не хотел ответа услышать. Да, он молился за своих врагов. Он показывал пример послушания своему мнимому отцу и своей матери. Ну, как бы так вот здесь вот можно вот в этом смысле опираться на его поведение и брать для себя примеры. Ну, и также те слова, которые он произносил. Еще вопрос. Не могли бы вы привести побольше примеров из духовного наследия свидетеля Игнатия, которые можно использовать мирянам? Ну, таких примеров для использования мирянам. Здесь нужно смотреть нам на конкретные случаи, какие требуются. Ну, что касается молитвы, то здесь святитель говорит о том, что очень важно себя не перетруждать молитвенным правилам. Он рекомендует избирать молитвенное правило, которое будет посильно человеку. Замечено, что когда кто-то из новоначальных берет на себя какой-то особый духовный подвиг, ну, например, берет на себя труд ежедневно читать три кофизмы, делать там сто поклонов. Ну, понятно, что в таком ритме человек не сможет прожить долго. Что происходит? Происходит не просто оставление этого начатого труда, да, а человек откатывается назад. Человек вообще перестает молиться. Поэтому лучше, лучше выбрать себе такое правило, которое вы бы могли продолжать в течение многих-многих лет. Лучше всю жизнь и постепенно добавлять для того, чтобы вы сопоставляли свои силы и свои возможности вот с тем правилом, которые вы на себя выбрали. Ну, очень много епископ Игнатий пишет о покаянии. Вот покаяние, он говорит, что это первая заповедь Нового Завета, которая принесена в мир. То есть, покаяние начинается евангельская проповедь. Поэтому в покаянии заключается, ну, все дело спасения. Да, покаяние – это ощущение своего падения, это ощущение вот этого разлада внутренних сил, это пораженность человека грехом и страстями. И вот здесь значение искупительного подвига спасителя, оно самое ясное. То есть, когда человек осознает глубину падения, да, и неизбежность наказания за свое падение, то он будет искать спасителя, будет искать выхода, будет искать лекарства, больницу, искать врачей. И вот в таком состоянии он придет к церкви, придет ко Христу. Вот, ну, тут такие вопросы очень обширные, поэтому можно, что, какой еще словец вспомнить? Например, если человека борет какая-то страсть, ну, у всех свои страсти, да, сквернословие, чревогодие, блуд, лень, тщеславие, мы понимаем, что вот своими силами мы не можем ее в себе победить. Мы постоянно ей, как бы, увлекаемся, то, что называется при страсти, когда уже страсть становится сильнее человека. Так вот здесь на помощь приходит таинство покаяния, да, особенно для тех людей, кто борим плотскими страстями. Вот здесь, чем глубже, чем чаще, чем искреннее будет покаяние человека перед духовником, чем будет слабеть все больше и больше эта страсть. Вот это используйте. Потому что некоторые думают, что страсть можно себе победить, там, скажем, постом строгим, малоспанием, поклонами. Нужно это все делать, но главная, так сказать, причина духовной победы – это вот то самое сердечное смирение, то глубокое раскаяние в этом, которое и посекает у этой страсти вот этот самый корень. Он говорит о том, что у каждого человека есть своя страсть, как некий ствол, который растет, из которого растут ветви. Вот с этой страстью, с этим стволом его нужно порубить в первую очередь, увидеть в себе главный недуг духовный, с ним бороться. Но о том, что читать святых отцов, которые писали для мирян, и которые, советы которых можно исполнять, тоже правило очень важное. Вот то, что пост – это упражнение сколько для нашего желудка, сколько для нашего ума. То есть пост, когда человек не может, и каждый, наверное, из вас будет спрашивать духовников, что есть, что не есть, сколько можно, сколько нельзя. Мы всегда об этом говорим, что телесный пост по силам, но если вы не можете строго поститься, вообще поститься кто-то не может, это не значит, что вы из поста вообще выпадаете. Сколько можно сейчас сделать усилий, чтобы себя ограничить в разговорах, в пользовании соцсетями, в играх, в фильмах, в музыке, в интернете. То есть возьмите эту сторону жизни, здесь себя строго держите, тогда будет пост. Добавьте молитву, добавьте чтение, добавьте каких-то посильных добрых дел для ближнего. Тогда все это будет жертва для Бога очень благоугодной. Поэтому иногда, иногда, вот это не епископ Игнатий советует, но иногда наши духовные проблемы, они как раз и определяют тематику чтения. Вот человек борим гневом. Вот как ему победить гнев? Очень просто. Вряд ли тебе кто-то скажет сейчас прямо методику этой борьбы. Методика есть у святых отцов. Поэтому займись тем, что подбери пять, а лучше десять наставлений святоотеческих о борьбе с гневом. Лествица, Абадорофей, возьми, например, и позже поздних отцов, которые тоже про это напишут, свидетель Тихон Задонский, Феофан Затворник, Игнатий Бринчинов, все об этом писали. И у каждого что-то полезное найдешь. Не все, но что-то будет. И вот из этого многообразия совета и получится та самая методика борьбы, которая тебя, может быть, исправит к лучшему. Вот как нужно рассуждать. Поэтому я, так сказать, в общих словах на этот вопрос ответил. Но в целом читайте, читайте все. Но если у вас возникают конкретные духовные проблемы, обращайте внимание на это. Например, вы чувствуете, что вы плохо молитесь. Молитесь плохо, да? Вот как научиться молиться? Ну, открывайте статью о молитве и внимательно ее читайте. Там два главных совета. Молитва для ума – это внимание, потому что это душа молитвы, для сердца – глубокое покаяние. Вот в этом делании пребывайте. Приходите в храм или становитесь на свою домашнюю молитву. Внимательно слушайте текст или произносите текст. И сердце пусть плачет о своих согрешениях. Тогда будет уже настоящая молитва, в которой нужно нам всем пребывать и которой нужно учиться. Ну, а дальше вот по той схеме, о которой я сказал. Кто-то еще хотел спросить? Пожалуйста. Отец Андрей, такой вопрос. Я сейчас занимаюсь на богословских курсах. Когда я пришел туда обучаться, я был очень рад этому. Там Евангелие от Марка было, да? Но потом я начал замечать, что мне что-то не хватает. По большому счету, что-то глубины не хватает просто, да? И потом случайно я увидел по телевизору выступление Алексея Ильича Осипова, который сказал, а это современный автор, трактует Евангелие от Марка, что сейчас много современных авторов, которые не прибегают к святым отцам вообще. То есть это их личное мнение. Когда я задал вопрос педагогу, он сказал, это потом. Я спросил, почему? Потом. И в этот момент, где-то через неделю, я попадаю в Псково-Печерский монастырь к старцу Архимандриту Никону и рассказываю историю, которую сейчас рассказываю вам. Он мне говорит, уходи с этих курсов. Потом я даже не знал, кто это. Потом я узнал, кто это, что это старец, мне монахи, которые в Псково-Печерском монастыре сказали, если ты пришел сюда, ты должен знать, зачем ты сюда пришел. Если тебе сказали, значит, уходи. Но я не ушел с курсов. Они в счете меня выгнали оттуда. Дальше. Вопрос. Слава Богу, что пришли на наши курсы. Вопрос. Вопрос. А значит, он мне сказал, Никон сказал, спасай себя. То есть сначала, он сказал, уходи сначала. А как же там другие люди, которые учатся? Вот они святых отцов не знают и даже не хотят этого знать. Он сказал, спасай себя. Так достаточно жестко, с восклицательным знаком. И довольность тебе. Да. И потом я прочитал у Игнатия Брянчанинова, почему я сейчас это говорю, в шестом томе, в заключении, именно он пишет, отступление попущено Богом. Не пытайся своей немощной рукой его остановить. Знай время, изучай его, этого с тебя достаточно. И к чему я это говорю? Вопрос. Значит, после этого я еще прочитал Аверки Таушева, архиепископ и всем известным, который толкует. В этих вопросах уже переходите. Значит, вопрос такой. Аверки Таушев пишет, что сейчас время исповедничества, твердого стояния в вере. То есть сообщай людям, что знаешь, что идет отступление. И в то же время Кирилл Иерусалимский сказал то же самое, что если знаешь время Антихриста, сообщи щедро другим. Я не знаю, как себя вести. Сообщать людям, что вот это, наверное, неправильно. Может быть, я не прав. Что вы скажете на это? Если вы были на курсах, которые имеют благословение с фен-начали и адресованы для широкой аудитории, это где-то при монастырях, при семинариях проходит. У нас курсы проходят здесь. И мы, наверное, стараемся здесь держаться традиции. Что касается Евангелия от Марка, вы не переживайте, я вам посоветую почитать замечательную книгу у свидетеля Василия Кенешемского. Слышали, да? Ну вот, опирайтесь на нее, поэтому в ней найдете все, все ответы. Вот, что касается... Можете садиться. Что касается слов епископа Игнатия о том, что попущено отступление и то, что нельзя остановить течение времени рукой, как течение реки, все-таки это говорится больше о тех условиях, в которых находится церковь. Я не думаю, что мы сейчас должны уже так тревожиться за внутреннюю чистоту нашего церковного устроения, что вот во многих местах вот вы пошли на курсы, и там какая-то у вас какое-то смущение. Вам там не понравилось, вы думаете, что это отступление. Ну, я бы хотел привести другую цитату из Писания, что все ныне время благоприятное и ныне день спасения. Если вы изучаете церковную историю, можете увидеть, что никогда, не за все тысячи лет у церкви не было таких благодатных времен, как сейчас. Вот чтобы так легко, свободно с каждого церковного амвона, в каждой семинарии проповедовалось Слово Божие, чтобы во все структуры мы могли приходить смело, без всякого страха, без контроля за нами. Мы сейчас должны этим временем пользоваться, чтобы как можно больше охватить слоев нашего народа, который еще находится во тьме, не просвещен, не знает. Каждый храм должен стать духовно таким просветительским центром, чтобы священники не молчали, чтобы говорили, чтобы приобщались к миссионерству наши миряне. Тогда это будет уже действительно Богом благословлено, такой труд. Поэтому страха быть не должно. Если вы куда-то собираетесь пойти поучиться, ну, наверное, не поленитесь узнать мнения, почитать отзывы, поспрашивать людей, которые ходят. Ну, смотрите, сколько лет уже в средневеком семинарии мы встречаемся и общаемся. Это же такое замечательное дело, которое вот Бог благословил, очевидно. Вот, поэтому, наверное, не надо, не надо, может быть, бегать по разным местам, где не все понятно. Не все понятно. Вы знаете, я тут вспоминаю интересный совет отца Иоанна Крестьянкина. Вот к нему приезжали многие духовные чадо с вопросом, как спасаться в наше время. И знаете, что отвечал отец Иоанн? Он говорил кратко, ищите священника. Оказывается, найти священника, который бы мог вас вести по духовной жизни, это тоже очень большая находка. И в лестнице, помните, сказано, перед тем, как отдаться кому-то в послушание, испытай сначала человека, чтобы тебе не попасть вместо корчевого на грибца, вместо врача на больного, вместо человека бесстрастного на обуреваемого страстями. Вот, наверное, в количестве, в количестве, наверное, качество может тоже как-то меняться. Потому что, конечно, все хорошее и лучшее, это такой товар штучный по-своему, понимаете? Поэтому, ну, например, вот что можно сказать? Вот сейчас в каждой епархии есть семинария. Это хорошо или плохо? Как посмотреть? Вот когда-то их было всего четыре на всю страну, да? Там Москва, Питер, Киев, там, Казань. Ну, это Казань даже позже появилось. Но уж в эти духовные центры попадали лучшие, пополучали образование и уже потом выходили на служение. Ну, понятно, что и храмов было совсем другое количество. Сейчас храмов тысяч в Москве, а до 1980-го года их было всего 46 в Москве. Понятно, что это были другие задачи. Вот, поэтому здесь надо смотреть, смотреть за тем продуктом, который вам будут преподавать. Если это мирянин и священник преподает священное писание, подумайте, кому отдать предпочтение. Понятно, что если мирянин, наверное, будет больше уклон в наукообразие, в текстологию, в язык, там, еще в что-то. Какие-то западные будут приводиться вам примеры, там, из западной библистики, да? Священники обычно мы всегда к чему? К такому практическому стороне. Как Евангелие воплотить в жизнь? Как по нему жить, да? Как его исполнить? Как эти западные нам, современным людям, реализовать в своей жизни? Вот, поэтому поставьте себе тоже такие ориентиры. Что вы хотите? Просто изучить текст и слово книжное, или вы хотите Евангелие сделать руководством для исполнения практического? Поэтому и выбирайте, поэтому здесь выбирайте себе школу, лектора, место, где это преподается. Поэтому тут все в ваших руках. Мы же о чем говорим сегодня? У нас присутствует, а в других местах не знаем. Еще вопрос. Почему святитель Игнатий видел в преподобном Макарии Оптинском только телесного делателя, хотя в Оптиной считали его святым? Ну, я думаю, Макарий, он был учеником Льва Оптинского. Ну, может быть, они там были параллельно, они вели его, может быть, одинаково по времени. Но еще раз говорю, что епископ Игнатий был духовный аристократ, хотя оптинские старцы занимались книгоиздательством, переводами, и известно, что Макарий Оптинский тоже занимался этим делом, он тоже был человеком очень образованным, так же, как и преподобный Амвросий Оптинский, который был учителем, по-моему, и латинского языка сначала, потом пришел уже, или греческое, потом уже пришел в Оптину пустынь. Но здесь, я думаю, у епископа Игнатия есть личный, личный взгляд, когда он пишет о том, что в то время попущено оскудение, нет наставников, нет духовников, ну, как же нет, а Оптина пустынь, а Саровская обитель, а Иоанн Кронштадтский, да, ну, что это все, это что, не было? Вот мы сейчас бы даже не можем себе представить, что в каждом монастыре, в каждом монастыре, там, Соловки, Валаам, Засим, ну, что, сколько было сотен монастырей, в каждом монастыре был святой, в каждом. Вот сейчас мы даже не можем этого представить, вот у нас 750 монастырей сейчас уже открыто, да, чтобы у нас было там в каждом монастыре по-святому, там, 750 святых, это целый собор уже, да, был бы. Но видение у всех людей разное, с той высоты, которой оценивал жизнь церкви, и Пескова иначе, и Баренчанинов, он видел это так. И действительно, Оптина пустынь, она, как бы, к себе привлекала людей такого простого звания. Вот почитайте про Оптину у Сергея Нилуса, сколько у него замечательных есть рассказов, там, на берегу Божьей реки, и он описывает этих вот, этих простых, добрых, смиренных людей, но которые были действительно простецами. Вот, но знание христианства, оно предполагает все-таки обращение к книге, обращение к духовному опыту, который передан церкви. И здесь, как бы, роль учителя, наставника, она очень великая. Но, что касается мнения про старца Льва, что это просто делатель внешний, ну, вот, не могу сказать. Возможно, Оптина, она отличалась очень строгим уставом и поста, и богослужением, и Пескова, был слабо в здоровье. Он постоянно говорил о своих телесных недугах. Вот, ему, тем более, было попущено большую часть жизни прожить, вот, говорю, в Санкт-Петербурге, это климат совершенно не для больного человека. Это сырость, это холод, это ветра. Вот, он не ужил в Оптины пустыне, одним словом, он оттуда ушел. И потом у него началось такое скитание по монастырям, вот, и нигде он так и себя не нашел, как вот постоянный насильник. Кто-то еще хочет задать вопрос? Пожалуйста. Отец Андрей, в аскетических опытах у святителя написано, что монахам вино можно пить только в зрелом возрасте, а зрелый возраст у монаха начинается от 70 лет. Вот, как бы вы прокомментировали, ну, применительно и к тому времени, когда он писал это рекомендацию или правило, и применительно к современному монашеству, и больше меня даже интересует, может быть, применительно к современному мирянину. Благодарю. Ну, смотрите, в послании к Тимофею апостол Павел говорит, употребляй немного вина ради желудка твоего и часто твоих недугов. Помните такое изречение. Эпископа Игнатий идет строже, он говорит, что монаху вообще лучше вино не употреблять, и древние монашеские, древние обители были именно такими строгими в отношении устава. Но если открыть типикон, то там есть дни, когда мы совершаем освещение вина и на литии это совершается. Я думаю, придерживайтесь именно такого праздничного указания типикона, когда уставом разрешается вкушение соответствующей пищи и вина. Но здесь я не знаю, тут наверное надо как-то быть нам всем реалистами, поэтому кто на что способен. Ну понятно, что вино для многих является антидепрессантом. Если так, то постарайтесь себя с чем-то занять. Человек пришел с работы, устал, неприятности, премию лишили или еще что-нибудь у него. Ну что, надо расслабиться. Как расслабиться? Ну вот дай-ка винца выпью, а то и не винца о чем-то еще покрепче, например. Вот здесь такая вещь-то очень опасная. И, к сожалению, мне вот приходилось видеть людей, которые так вот стали зависимыми в этом смысле, и помочь им уже нельзя ничем. Иногда полезно бывает это увидеть. видеть. Поэтому здесь опирайтесь на предостережение духовное. Помните, не упивайтесь вином, в нем же есть блуд. То есть, от пьянства можно получить много проблем духовных. С другой стороны, вино веселит сердце человека. Мы видим и другое изречение. Но вино какое-то, такое-то, так сказать, виноградное или духовное. Если праздник, ну, почему бы не, так сказать, порадоваться и не прославить Бога через кушение, через умеренное испитие напитка. Ведь Бог-то что создал, вино или пьянство? Надо тоже различать. Поэтому вино дано нам как вещество для Евхаристии, как благословение Божие, а уже пьянство, тут уже дьявол постарался через наши страсти человека в этот грех ввергнуть. Поэтому все с рассуждением, все с рассуждением. Можно выпить, вот, но имейте, знайте, меру. Можно воздержаться, но, так сказать, не пив вино, не пейте у ближнего кровушку ее. Так тоже бывает, знаете, как, ничего не ест, зато другого может укусить. хорошо. Как святитель Игнатий объяснял добродетель смирения? Смирение это вообще цель всех духовных подвигов. Он часто приводил из речения, по-моему, святого Исаака Сирина, что воздаяние бывает не за количество поклонов, не за строгий пост, не за ночные молитвы, а зарождающихся от них смирения. Запомните это, что смирение это цель, это цель нашего поста, наших молитв, нашего труда. Вот, смирение. Что такое смирение? Ну, смирение это такая добродетель, которая человека усвояет Христу. Господь говорит, научитесь от меня кротости и смирению и обрящься покой душам вашим. Смирение это мирное устроение, мирное, когда человек примирился, с кем примирился? С Богом, с ближними и с самим собой. Так стяжи дух мирен и вокруг тебя спасутся тысячи. То есть человек мирного духа это человек смиренный, смиренный, блаженный нищий духом, ибо тех есть царство небесное. Смирение это ощущение своей полной зависимости от Бога, полной нищеты своей, неспособности, невозможности ничего доброго сделать. Все доброе от Бога, все хорошее мое. Смирение это желание спасения, глубокое, такое твердое, чистое желание, потому что и спасение через самого спасителя, через Христа. Смирение это плод благодати Божьей. То есть смирение приходит в наше сердце по благодати Божьей. Помните, что мы просим в коленопроклоненной молитве святого Евгения Сирия. Дух же смирения и прочих подачь тьми. То есть если Бог тебе не даст смирения, ничего не получится. К смирению ведут телесные труды, совершаемые разумно. Это слова Авва Дорофея, которые тоже епископы Игнатий цитируют. Смирение предполагает служение братьям, служение ближним. Когда ты не как руководитель, не как начальник, а как простой слуга, ты смиренно служишь, повторяя подвиг Христа. Ну это я вот так штрихи наброски, все эти мысли они как бы разбросаны по его сочинениям, по его проповедям. Я бы хотел для тех, кто интересуется духовным творчеством епископа Игнатия, могу порекомендовать такую замечательную магистерскую диссертацию. Ее автор игумен Марк Лозинский. Марк Лозинский называется «Духовная жизнь мерянина и монаха». Духовная жизнь мерянина и монаха. Отец Марк, он почил, прожил всего 34 года, был очень талантливым преподавателем в Московской духовной академии. И очень много времени он уделил изучению духовного наследия епископа Игнатия. Возможно, подготовил материалы для канонизации епископа Игнатия, которые совершились на Поместном соборе в 1988 году, ровно 30 лет назад. Вот в этих диссертациях, в этих исследованиях, кстати, вот об этом хотел сказать, мы должны быть благодарны с вами тем духовным подвижникам нашего времени, которые не просто жили в монастырях и ходили на послушание, там пекли просфоры, занимались богослужением, убирали территорию, готовили пищу, это все было очень важно, да, но некоторые из таких духовных подвижников в свободное от послушания время, а когда свободное время монаха, это ночь, то есть ночные часы сна, так сказать, отрывали от своего тела и занимались такой духовной наукой, изучали жизнь святых, изучали их творения и готовили их к прославлению, потому что чтобы прославить подвижника благочестия, нужно собрать очень много материала, так вот игумен Марк Лозинский, он подготовил эти материалы, архимандрит Георгий Тертышников, приз напоминаемый, да, всю свою жизнь занимался изучением святителя Феофана Затворника и тоже подготовил материал для канонизации, насельник Срединского монастыря, архимандрит Ив Гумеров занимался подготовкой материалов для прославления отца Валентина Амфитеатрова, надеемся, тоже когда-то совершится, архимандрит Иоанн Маслов занимался старцами Оптиной пустыни, Амбросием Обчинским, Тихоном Задонским, тоже диссертации одноименные, то есть открывайте интернет или смотрите в книжных магазинах, сейчас есть в электронном виде, в печатных изданиях, сейчас есть глубокие исследования, очень интересные, очень такие злободневные, насыщенные цитатами, вот все, что вы мне спрашиваете, трудно сразу вспомнить, ответить, а эти ученые мужи, они все эти темы прорабатывали, делали сноски, делали ссылки, где и как говорил тот же епископ Игнатий, там, про молитву, про пост, про священное писание, про духовный подвиг Мирянина, про духовный подвиг Монаха, вот, все прописано и везде выдержаны ссылки все даны на страницы, на тома, на издания, поэтому можно проверить, можно еще что-то прочитать побольше, поболее подробно, поэтому вот об этой стороне тоже вам хотелось сегодня сказать. Еще у нас есть вопрос, пожалуйста. Вочи, напомните, пожалуйста, вы говорили о том, что Игнатия Брянчинова можно с выжимками почитать у Игумена, вот, то ли... Игумен Никон Воробьев. Воробьев. Игумен Никон Воробьев, замечательный сборник писем под названием «Нам остально покаяние». И в ближайшее время в эту аудиторию придет наш замечательный заслуженный профессор Алексей Ильич Осипов. Так вот, читая письма отца Никона Воробьева, можно найти несколько писем, адресованных студенту Алеши. Алеша – это нынешний профессор Алексей Ильич Осипов, который был духовным чадом отца Никона Воробьева. Да, я очень благодарна за развернутый ответ оппоненту предыдущему. И я также посещаю эти курсы «Благочинный» утверждает программу. И мы занимаемся по деяниям, посланиям и у Минскому Евангелия от Марка. Так что вроде бы все там под присмотром. Спасибо, Господи. Помните слова апостола. Все испытывайте, хорошего держитесь. Братья и сестры, наше время постепенно подходит к концу. Последний вопрос на сегодня предложим отцу Андрею. Какие советы святителя Игнатия оказались именно для вас наиболее значимыми и ценными? Ну, наверное, то, что в центре жизни должна быть главная цель, о которой нельзя забывать. Что если ты стал христианином, то претерпевший до конца и дошедший до конца будет спасен. Вот здесь очень важно не останавливаться, не смотреть назад, добавлять какой-то, может быть, темп и ритм духовной жизни и всегда взирать на Христа, всегда помнить, что Он наша цель. Как апостол Павел пишет, да, для меня жизнь Христос, смерть приобретение. Смерти нет, есть продолжение жизни. Продолжение будет то, которое мы здесь начнем. Мы здесь мало что успеем сделать, мы здесь мало чего достигнем в плане каких-то результатов и плодов, но Господь сказал, в чем застану, да, в том и сужу. Вот будет человек смиренно нести свой крест, будет посещать храм, будет читать Священное Писание, будет верным в семье, будет честно трудиться на работе, будет жертвовать от своих трудов людям бедным и немощным, да, будет проповедовать Евангелие, как он, как получается, кто-то от жизни, кто-то от слова, но вот именно этот подвиг христианина, вот он должен быть в центре внимания, и вот этот подвиг христианский, он раскрыт у епископа Игнатия с какой-то особой красотой, понятливостью и доступностью для исполнения. Вот некоторые отцы могут человека вернуть в такое тяжелое состояние, какое-то в уныние, что у тебя не получится, у тебя такая высота очень задана большая, когда мы нарушим правила, почитаем те советы, которые адресованы монахом прошлых лет, но вот у епископа Игнатия такого нет, он такой позитивный все-таки писатель, он все время говоря о каких-то трудностях, он обнадеживает, не падай духом, Христос всегда рядом с тобой, он тебя поддержит, обращайся к нему, не бойся искушений, не бойся трудностей, Христос все это совершил, все это победил, и он с тобой, вот как бы об этом я прочитал, я этим увлекся, как бы у меня затеплилась такая надежда, как второе дыхание открылось, но вот мне кажется, что после этого я уже захотел стать священником и продолжить свой духовный подвиг уже в сане священника церкви православной. Давайте поблагодарим отца Андрея. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Через неделю, в следующий понедельник, мы также встречаемся в то же время на том же месте на наших просветительских курсах. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ